Битва у пирамид. Крупное сражение, произошедшее 21 июля 1798 года между французской армией численностью 20 тысяч солдат и турецко-египетской армии численностью около 60 тысяч человек. Сражение закончилось решительной победой Франции и разгромом турецко-египетской армии. Предыстория. В июле 1798 года Наполеон после завоевания Александрии направился к Акаиру. Французские войска встретили силы мамлюков в 15 километрах от пирамид Гизы и в 6 километрах от Каира. Силами мамлюков командовали Мурат-бей и Брагим-бей. Согласно Наполеону, правый фланг войска мамлюкских беев располагался в укрепленном лагере перед деревней Мбаба и был составлен из 20 тысяч янычар, арабов и каирских ополченцев. Дополнительную защиту укрепленного лагеря обеспечивали 40 железных пушек на морских лафетах. Центр войска Мурат-бей включал в себя конный корпус из 12 тысяч мамлюков, ага, шейхов и прочих привилегированных лиц Египта. Каждый из этих всадников имел в своем распоряжении от трех до четырех пеших слуги. Таким образом, всего в центре египетской позиции находилось 50 тысяч человек. Левый фланг Мурат-бей подступал к пирамидам и состоял из 8 тысяч арабов-бедуинов. Редактор двух научных издательств и лауреат премии Нашинал Буковард за лучшие нехудожественные произведения Джан Кристофер Хирольд в книге «Бонапарт в Египте» высказал мнение, что приведенные в мемуарах Наполеона данные о численности войска Мурат-бея являются непомерно завышенными. В частности, историк отмечает, что находившийся в центре египетской позиции конный корпус не мог состоять из 12 тысяч мамлюков, так как в 1798 году во всем Египте не было такого количества представителей этой военной касты. Согласно Хирольду, не подлежит сомнению, что перед началом битвы у пирамид подавляющее численное превосходство было на стороне французской армии, а не наоборот. На деле же преимущество французов было еще более значительным, поскольку боевая ценность находившихся под командованием Мурат-бея бедуинов и пехотинцев была фактически равна нулю. Кроме того, на стороне экспедиционной армии также было полное превосходство в тактике ведения боя, основанной на высоком уровне компетенции командного состава и воинской дисциплины. Наполеон знал, что самые лучшие войска египтян – это конец и мамлюков. Показав на пирамиды, он сказал войскам, в свою очередь, мамлюки были уверены в своей победе и полны решимости серить французов с лица земли. На правом берегу Нила собралось множество жителей Каира всех возрастов, которые приготовились наблюдать за предстоящим сражением ход битвы. Наполеон начал наступление на армию Мурата. Его армия была разделена на пять частей, имевших вид полых квадратов с конницей и припасами в центре и артиллерии по углам. Левый фланг французов был защищен Нилом. Мурат упер свой фланг в Нил около деревни Мбахих, который был хорошо укреплен и включал в себя пехоту и старую артиллерию. Его конница развертывалась на другом фланге, в пустыне. Ибрахим во главе второй армии беспомощно наблюдал за сражением с восточного берега Нила. Приблизительно в 15 часов 30 минут конница Мамлюков пошла в атаку на французские позиции. Французы открыли огонь из мушкетов и артиллерии. Залпы французских карей производили большой урон в нестройных рядах атакующих эти отдельные всадники. Кому все-таки удавалось прорваться к боевым построениям французов, гибли на штыках. В разгар боя отряд Мамлюков, возглавляемый наиболее решительными боями, принулся на каре генерал Луи Дези и с огромными потерями прорвал боевой порядок французов. Но пехотинцам Дези удалось быстро окружить египетских всадников и заколоть их всех до единого штыками. Кавалерия Мамлюков была разбита. Тем не менее она смогла организоваться и атаковать небольшой отряд французов, но и там она потерпела поражение. 3000 Мамлюков вместе с Мурадом устремились в сторону Гизы, в то время как остальные всадники направились к укрепленному лагерю. Тем временем около неофранцуза начали контрнаступление на деревне Бахих силами дивизии генерала Бона. Ворвавшись в поселение, силы Наполеона разгромили гарнизон. В свою очередь, французский генерал Антуан Гиом Рампон во главе двух батальонов пехоты занял ров и дамбу, располагавшиеся между селением Имбахих и городом Гизы. Перерезав таким образом сообщение между отрядом Мурада и прочими мамлюками, солдатам Бона удалось отбить все атаки египетских воинов, находившихся в районе укрепленного лагеря. После чего последние спешно направились в сторону Гизы, надеясь соединиться с Мурадом. Но этот путь оказался прегражден двумя батальонами Рампона и подошедшей дивизией Гизы. Египтяне оказались окружены. Многие пытались переплыть реку, но большей частью не смогли этого сделать. Мурад несколько раз пытался пробиться к селению Имбахих, но все его действия были решительно пресечены французами. Ближе к ночи Мурад отступил, предварительно отдав распоряжение предать огню египетские суда. Осознав, что мамлюкская конница разгромлена, а сражение проиграно, египетские пехотинцы переправились на противоположный берег Нила. А всадники Бедуина скрылись в пустыне, французам достались артиллерийские орудия и обоз египетского войска. Кроме того, после сражения французские солдаты еще несколько дней активно занимались мародерством. Так как у мамлюков существовал обычай брать с собой в бой свое золото, пряча его в пояс, Наполеон говорил о потере 29 убитыми и 260 ранеными. Потери Мурада были очень тяжелыми. Турецко-египетская армия потеряла убитыми, ранеными, утонувшими или пленами 7000 воинов из мамлюкского корпуса, а также 3000 арабов, янычар, азапов и ПР. Мурад во главе отряда в 3000 мамлюков бежал в Верхний Египет, где продолжил активные партизанские действия. Ибрахим вместе с группой мамлюков численностью 1200 всадников отступил в Сирию. Последствия в ответ на новости о поражении их легендарной конницы мамлюки рассеялись по Египту и Сирии. Сражение у пирамид ознаменовало спад 700-летнего правления мамлюков в Египте. 25 июля Наполеон въехал в Каир и остановился в резиденции Эльфи-Бея. Мурад-Бея удалось воспользоваться передышкой в боевых действиях для того, чтобы переформировать остатки своих войск в Нижнем Египте. На месте поля битвы сейчас находятся западные пригороды Каира. Субтитры создавал DimaTorzok